Всем большой привет! С вами Елена. В этом видео я приветствую вас со столицы Норвегии Косла. Косла основали тысячу лет назад. Древний город стал столицей еще во времена грозных викингов. Уникальный парк скульптур – дело всей жизни знаменитого на весь мир норвежского скульптора Бусла Егеланды. Это самое большое в мире собрание скульптур одного художника под открытым небом. Я сделала отдельное видео про парк. Все сноски на видео про наш отпуск в Норвегии я оставлю внизу под видео. Кликните на название. Одна из главных достопримечательностей города – центр Нобелевской премии мира. Вручение Нобелевской премии каждый год приковывает внимание к маленькому Осло. В экспозициях этого центра представлена история создания престижной премии планеты, а также биография ее знаменитого создателя – Алифреда Нобеля. В предыдущем моем видео мы гуляли по этому центру. Сноски снова скажем под видео. Город много раз сильно горел, а пожар 1824 года практически полностью уничтожил город. Поэтому в наше время Осло застроено преимущественно современными зданиями. Строение 18 века здесь практически не сохранилось. Продолжение следует... Продолжение следует... Столицу окружают живописные холмы, на одном из которых гордо возвышается замок Акерскус, построенный еще в XII веке. Это единственное древнее сооружение в Осло. Я сделаю про замок отдельное видео. Лора Форд показывает один из своих шедевров в крепости Акерскус. Это памятник женщине с костылями, возвращающейся с войны и разрушения, со своим багажом, физически и морально несущей все на своих плечах. Лицо безупречно и нечетко, ибо таким может быть каждый из нас. Травм много. Оперный театр Осло. Национальный оперный театр Норвегии. Позднее в этом видео мы прогуляемся с вами по театру. Поднимемся на крышу, зайдем внутрь театра. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Сами вообще прекрасный поход. Идея строительства оперного театра в Ослах впервые была озвучена еще в конце 19 века. Однако только в 1999 году после дебатов на национальном уровне правительство Норвегии определило место будущего театра в самом сердце норвежской столицы, рядом с центральным вокзалом и морским портом и объявило конкурс на архитектурный проект. На открытый международный конкурс поступило более 200 работ архитекторов со всего мира. Однако победителем стала норвежская фирма «Архитектурное бюро», которое за 10 лет до этого стало известным благодаря проекту новой библиотеки в Александрии. Строительство театра продолжалось 4 года – 2003 по 2007 год. При этом работу строителей сопровождала работа археологов, поскольку место расположения оперного театра было раньше морским дном. Была высокая вероятность обнаружить при закладке фундамента части затонувших когда-то лодок и кораблей. Археологические раскопки проводились специалистами Норвежского морского музея. Бюджет строительства составлял 4,5 миллиарда норвежских крон. Это примерно 700 миллионов долларов США. Торжественное открытие нового театра состояло 12 апреля 2008 года при участии короля Норвегии Харальда V, королевы Дании Маргарет II, президента Финляндии. Все вот так оформлено ступеньками. Иногда они сливаются. И люди, очень многие уже на глазах, обступались. Я не знаю, сколько тут, наверное, было проблем с ногами. Если не сломанными, то все равно неприятные. И они не помечены. Все это сливается на солнце. Я думаю, в дождливую погоду тоже. В 2008 году здание оперного театра в Осло получило награду на Всемирном фестивале архитектуры в Барселоне. При этом жюри конкурса отметила театр не только как здание, выдающееся в архитектурном отношении, но и как особо популярный объект у жителей Осло и туристов. В 2009 году театр был удостоен Европейским союзом премии Миса Вантер Роя, надеюсь, выгорела, за лучшие архитектурные произведения. В целом, снежно-белое здание с его асимметричными изломанными формами напоминает огромный айсберг, приплывший к берегам Норвегии из холодных северных морей. Сейчас мы наблюдаем еще одно архитектурное сооружение. Это 13-этажное здание музея художника Мунка, куда мы с вами сейчас и направляемся. В настоящее время музейный фонд составляет около 1100 картин, 4500 рисунков, 18000 графических файлов. Кроме произведения художника, в музее хранятся несколько личных вещей художника, в том числе те, которые он завещал городу после своей смерти в 1944 году. Музей был торжественно открыт в 1963 году. 22 октября 2021 года в Осло открыто новое здание музея, где сейчас мы с вами и находимся. Новый музей почти в пять раз больше предыдущего. Это культурный центр, в котором имеются собрания и других художников. То есть произведение Мунка занимает только три этажа. Крик, как эмблема экспрессионизма, служит своего рода прелюдии к искусству 20 века, предвещая ключевые для модернизма темы одиночества, отчаяния и отчуждения. Словно бы заглянув в предыдущее столетие мировых войн, революций и экологических бедствий, автор, кажется, отрицает саму возможность какого-либо их преодоления. На верхнем этаже здания находится ресторан на 12 этаже, если быть точнее, и такая вот застекленная площадка обзорная. На 13 бар и открытая площадка. Ну, я вам показываю вид с 12 этажа. Продолжаем свою прогулку по городу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Королевский дворец в Осло Если у вас есть желание посетить дворец То вы заранее бронируете билеты Так как вы можете в него не попасть Нам сегодня повезло Мы не планировали и не заказывали билеты Решили, что в принципе плюс-минус дворец Ну и решили все-таки зайти Мы были в 10 утра И нам все-таки повезло Нас опустили Нужно подождать, если есть места в экскурсии Экскурсии в 10 утра были только на Найверском и Английском Группа состояла из 14 человек И четверо из них были дети Но при входе давали брошюрки Просто распечатанные листы Были и на русском языке И на немецком Там все понятно, хорошо описано Где какая картина, кто изображен Про мебель и так далее Но это все нужно было отдать Одевать нужно было бахилу Так как и дворец работает И там работает помимо короля и королевы еще 150 сотрудников Поэтому небольшие группы Она рассказала о следующей комнате и так далее То есть у нее весь дворец, понятно что И снимать, фотографировать во дворце запрещено Даже без вспышек Просто вот с группой ходить Но все равно впечатления очень приятные от дворца Дворец не такой может быть роскошный Как петербургские дворцы Наверное у русского чиновника сейчас более роскошные апартаменты Ну очень впечатляет Очень приятно В принципе как и вся Норвегия У них везде вот Нет таких приоритетов Наверное Богатство Все так чинно-благородно Скажем так Вокруг дворца разбитый красный такой парк С фонтанчиками Очень зеленый Скамеечки В принципе Так Ничего особенного Скажем так Ну если у вас есть время Загляните Не, ну дворец в принципе Я бы посоветовала вам сходить Если вы будете в Осло То посещение дворца мне кажется Как символ Осло По-моему Я люблю историю Поэтому для меня был бы обязательно Здесь находится памятник королю Норвеги Который заложил этот дворец Вид из окон дворца Соединяется дорогой И дорога с городом Чтобы королевская семья была ближе к народу 17 мая Норвегия день конституции Тогда На балконе Появляется королевская чета Которая приветствует народ К сожалению нельзя было заснимать Но очень красивый вид С балкона Вся дорога К городу К народу Да, я сказала экскурсии на норвежском и английском Да, экскурсии только на норвежском и английском языке Мы пришли в 10 было только на норвежском А в 12 должно быть на английском Но на английском уже совсем много народу Шансов бы попасть у нас, наверное, было бы меньше Ну, как я повторюсь, были распечатаны брошюры Это вполне достаточно, чтобы просветиться у дворца Также интересно, если вы прочитаете Время достаточно прочитать про каждый зал, комнату По-моему, в правой части дворца есть часовня Королевская Где под алтарем заложен камень С которого и пошло строительство дворца В 1825 году началось строительство дворца Я не помню, сейчас в каком-то еще 800-ом Через 25 лет правления Болонез был закончен с родительством Субтитры碍 Приведулия Вот такая Как и у большинства прибрежных городов, в Осло набережная Агербрига является центральной улицей и любимым местом проведения досуга. Тут когда-то располагалась верфь, а сегодня район застроен большим количеством ресторанов, из окон которых посетители могут наслаждаться прекрасным видом. На этом мое видео подошло к концу, как и вся наша двухнедельная поездка по Норвегии тоже подошла к концу, и наш путь лежит к парому, на котором мы будем переправляться в Росток. На этом я вас всех благодарю за просмотр моего видео, желаю здоровья вам и вашим близким. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки за мой труд и до новых встреч в новых видео. Всем пока!